Малаховские дачи всегда привлекали своей уникальной природой и благоприятной экологией. Здесь отдыхали поэты, музыканты и художники прошлого столетия. На месте современной физкультурной академии стояло имение Николая Телешова. Как сохранилась усадьба до наших дней, узнал корреспондент. Несколько гектаров земли рядом с Малаховским озером – территория Московской государственной физкультурной академии. А в начале 20 века здесь была усадьба общественного деятеля и писателя Николая Дмитриевича Телешова. Что было? До революции. А это усадьба, наверное, была Телишева. Знаем. Телишева усадьба. Что сюда приезжали Шаляпин, Куприн, Чехов. И тут была усадьба огромная. Николай Дмитриевич Телешов, супруга Елены Андреевны, впервые оказались в Малаховке в конце 19 века. Поначалу дачу снимали на лето на нынешней Республиканской улице. Спустя время выкупили землю у наследницы коммерсанта Виктории Аллей. В записках Елены Андреевны появляется запись. Август 1902 года приехала мадам Аллей, и мы купили Малаховку. Имение Телешовых заняло южную часть поселка и получило название «Озеро». Несколько сотен участков супруги сдавали под дачи. Благодаря Телешову Малаховке открыли первую в России деревенскую гимназию. Сейчас на ее месте школа номер 48. В 1915 году за свой счет организовали госпиталь и открыли лечебницу. Для себя построили лишь деревянный летний дом. Он изображен на одной из картин Елены Телешовой. На другой, на веранде, показано внутреннее убранство. Изображение создано на их деревянной даче. Это мы видим по характерному рисунку окон. Спустя 9 лет Телешовы начали строительство каменного дома. Николай Дмитриевич основал литературный кружок «Среда». В него входили Бунин, Андреев, Куприн. Частым гостем был Шаляпин. Все они с удовольствием собирались на даче Телешова. У Бунина даже есть несколько рассказов, в которых описывается дачная местность по Казанской дороге в сосновых лесах. Я учусь на филолога, и у нас в университете рассказывали, что в Малаховке был такой своеобразный литературный центр. И как раз дача послужила местом сбора очень многих известных писателей. Все они вдохновлялись пейзажами нашей Малаховки. Семья прожила в Малаховке около 20 лет, пока не началась национализация. Сначала отняли конюшню. В 1921 году забрали все имение. За усадьбу Телешова ходатайствовал сам Константин Станиславский. Он пытался настоять на том, чтобы бывшая дача Телешова была отведена под дом отдыха для актеров Московского художественного театра. Таким образом, это мог бы быть шанс для Николая Дмитриевича все-таки закрепиться в Малаховке. Но этот план не осуществился. В имении открыли детский городок. Затем передали педагогическому техникуму. Сегодня каменный дом из красного кирпича на территории физкультурной академии все, что осталось от усадьбы. Зданию 106 лет. Снаружи дом почти такой же, как при Телешовых. Внутри современный интерьер. Студенты каждый день приходят учиться в здание, стены которого хранят вековую память о писателе и его творческой семье. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.